Проблема утилизации метана обсуждается уже несколько десятилетий. Ученые давно доказали, что его использование не только обезопасит труд горняков и уменьшит выбросы вредных веществ в атмосферу, но и может обогреть дома целых районов. Практически на всех угольных предприятиях области разработаны проекты утилизации метана. Но только единицы действительно занимаются этим на практике. Одна из шахт, уже вставшая на этот путь, находится в Красноармейске. Руководители не скрывают, проект дорогостоящий. На установку оборудования одной только скважины нужно больше 300 тысяч долларов. Но все равно говорят только о преимуществах и экономии. Отапливать мы собираемся главную промплощадку шахты, где расположен у нас главный таскиповый ствол и вспомогательный ствол для опуска людей и материалов. И полностью отопление всех административных зданий и отопление фабрики по обогащению углей. Проект, само собой, это снижение выбросов парникового газа метана. Сейчас утилизацией метана занимаются несколько предприятий Донбасса. В основном это частные шахты. Государственные просто на это не имеют денег. Частные инвесторы также не слишком охотно вкладывают значительные суммы. Ученые связывают это с тем, что проекты долгосрочные. И для того, чтобы инвестиции окупились, нужно несколько лет. Но проблема не только в этом. Проблема одна и та же. У нас приняты такие предложения, с которыми согласились главы государств. Это 20-30% должны быть государственные инвестиции, а остальные должны быть инвесторы, которые должны быть заинтересованы в извлечении использования шахтного метана. Но нам еще надо принять законы в Украине, те, которые бы убедили их в том, что риск отсутствует, по крайней мере. Сегодня в арсенале украинских угольщиков больше 40 тепловых установок, работающих на метане угольных пластов. Однако темпы, которыми развивается эта отрасль, в Украине слишком медленные, говорят ученые. Правительство поставило перед горняками цель к 2020 году добыть 5 миллиардов кубов метана. Но это нереально, уверены специалисты. Говорят, если через 20 лет будут достигнуты такие показатели, это уже будет огромным прорывом. Сейчас газ метан должен рассматриваться как самостоятельный объект добычи, комплексный при усвоении углеместорождения, или как самостоятельное эротическое сырье. При одиночных скважинах, безусловно, невыгодно, а при массовом производстве эффект экономически колоссальнейший. Сегодня эту проблему обсуждали руководители практически всех угольных предприятий и ученые. Своим опытом также делились американцы, которые уже несколько десятилетий занимаются утилизацией шахтного метана. Всего за 10 лет работы в этой сфере в США вышли на отметку добычи 40 миллиардов кубов метана угольных пластов. Это составляет примерно 7% суммарной добычи газа в стране. Здесь очень важно понять, как можно внедрить эти новые технологии, чтобы собирать метан. И увеличить концентрацию метана в сжигании, чтобы это стало как топливо. На опыте шахт, которые занимаются утилизацией метана, его себестоимость втрое превышает цену импортного природного газа. С учетом затрат на обслуживание скважин и компьютерной системы управления уникального оборудования. Поэтому говорить о том, что благодаря своему метану Украина сможет полностью стать энергетически независимой, оснований нет. Зато вполне реально обеспечить собственным теплом само предприятие, обогреть небольшой поселок или район рядом. К тому же дегазация угольных пластов уменьшит количество взрывов в недрах. Ольга Шилкина, Алексей Костюк, Панорама.